8 октября прошлого года за подписью главы государства вышел указ об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. В соответствии с документом образован Республиканский совет высшего образования. Сегодня стоялось первое заседание данного совета. Какие задачи он будет выполнять? Каковы его планы в деле повышения качества высшего образования? Об этом следующий материал выпуска. Успех подготовки высококвалифицированных кадров. Он напрямую зависит от профессионализма преподавателей, условий, в которых осуществляется образовательный процесс, современных технологий обучения, мотивации как студентов, так и педагогов, системы контроля знаний и многого другого. С тем, что высшее образование должно быть качественным, согласны все. Однако у профильного министерства, руководителей вузов, преподавателей, студентов, а также потенциальных работодателей свои представления о качестве. Поэтому разработать предложения, призванные повысить качество высшего образования, усовершенствовать учебные программы и внедрить современные педагогические технологии, теперь планируется на основе проведения опросов среди преподавателей и студентов, изучения мнений общественности и работодателей, передового зарубежного опыта. Своим мнением по этому и другим вопросам высказали члены Республиканского совета высшего образования, противоположные в данном случае не противоречивые, а взаимодополняющие, в контексте задач, стоящих переданной организацией. Цель сделать хорошее высшее образование, шикарное. Оно нам не сделать ни международный рейтинг, у них другие задачи, а это элементы глобализации и не другие вещи. Нам нужно сегодня подумать, как реально я буду готовить хорошего инженера, агронома, врача и так далее. Задачи определяются на краткосрочную перспективу, поскольку информация о предложениях и рекомендациях по развитию системы высшего образования, выработанных советом, будет вноситься в администрацию президента ежеквартально. А сделать предстоит немало. В том числе установить действенный общественный контроль за обеспечением высокого качества образования, обеспечить тесное сотрудничество СМИ и других институтов гражданского общества, устранить причины и условия коррупционных проявлений в деятельности вузов. Есть все основания полагать, что решение этих задач будет эффективным. Поскольку состав совета... Будут представители различных министерств и ведомств, академики, ректора ведущих вузов, депутаты и блогеры и, соответственно, с молодежного движения руководитель. Все проблемы, которые сегодня возникают на данном пути в системе высшего образования, а проблем их очень много, мы об этих проблемах открыто сегодня говорим, данный совет будет выдавать конкретные рекомендации, что нужно сделать сегодня в высшее образование, чтобы данных недостатков было как можно меньше. Отмечалось, что только комплексный и системный подход способен привести к повышению качества высшего образования и его конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве.